Первая весенняя выставка раздачи животных прошла во Владивостоке в торговом центре Черемушки, где каждый желающий мог обрести себе хвостатого друга. Животные, попавшие в трудные жизненные ситуации, бездомные животные, рожденные на улице, мы им помогаем обрести дом. Естественно, оказываем медицинскую помощь, стерилизуем, обрабатываем от паразитов, лечим при необходимости. Организатором выставки стало волонтерское движение «Спасем жизнь» при поддержке администрации города Владивостока в рамках проекта «Животные города В», которое на протяжении долгого времени помогает животным найти любящих хозяев. Вначале, когда не было ресурсов, средств, людей, щенков, я вообще возила у себя в машине, то есть не было передержек, не было денег на передержки. Щенки первые, леченные от энтерита, у меня жили в машине. Потом постепенно я познакомилась с одним, со вторым, с третьим, ну и в результате мы дошли до таких масштабов, и мы вместе, мы это все делаем. Первые выставки у нас были на Луговой, самые первые, и пристроено одно животное, это уже было прям круто. На выставке были представлены кошки и собаки разных возрастов, и каждое животное имеет свою историю. Вот эта кошечка особенная, ей требуется семья, она просто просит эту семью, потому что кошка жила в очень хорошей семье, и случилось, скорее всего, что случилось несчастье, она оказалась на улице, и, ну, недолго она была на улице, получается, в небольшой период я уже ее нашла. Она мне попалась, я ее нашла, и было видно по ней, что ее не хозяева выкинули, потому что у нее очень добрый характер. Поддержать волонтерское движение мог любой желающий. На мероприятии продавали украшения ручной работы и сладости, выручка от которых шла на содержание бездомных питомцев. Мы решили присмотреть себе котика, и вот мы сегодня увидели котика, он очень ласковый, такой нежный, мы не смогли устоять перед его ласками, и взяли вот его. Котику повезло. Благодаря выставке раздачи 16 котов и две собаки нашли своих любящих хозяев. Волонтерам было передано более 50 килограмм корма, пеленки, лотки и игрушки. Не стоит забывать, что каждый питомец заслуживает любви и тепла, а на улице они оказываются только по вине людей. Степан Скляров, Ксения Быкова, Новости на Восьмом.